Как было в России с далеких времен, чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится родина, как монарин. Началась встреча с патриотической песней о величии России, которую ребята третьих, четвертых классов специально подготовили к такому важному мероприятию. Такие встречи в школе проводятся в рамках патриотического воспитания. Я считаю, что такие встречи очень важны для детей. Тем более в соцсетях, в интернете ребята могут прочитать разную информацию о происходящих событиях и не всегда корректную. А тут к нам пришел очевидец, участник специальной военной операции. Конечно же, в школе мы, учителя, часто проводим беседы, информационные часы, разговоры о важном. Но одно дело, это когда мы, учителя, говорим, а другое дело, когда об этом говорит непосредственный участник военных операций. Встречи с такими людьми имеют важное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. Боец, находящийся в краткосрочном отпуске, рассказал о своей военной карьере, в каких операциях уже участвовал. Участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской республики. Получил ветерана боевых действий. Просужил я в Моздоке пять лет. После, по распределению, перевелся в вышестоящий отряд специального назначения «Росич». Ребята слушали о подвигах героического гостя с замиранием сердца, а потом активно подключились к диалогу и буквально засыпали бойца вопросами. Например, что входит в суточный паек военных. В суточный паек входит банка тушенки, каша гречневая, перловая может быть с тушенкой тоже в перемешку, курица с фасолью, жевательная резинка, сахар, кофе, чай, одна таблетка комплевита, это витамины. Потом средства для обеззараживания воды на 200 миллилитров, на фляжку, грубо говоря, можно прям с лужи, грубо говоря, набрать воду, таблетку закинуть, она все обеззараживается. Ну, соль, перец, ложки, вилки, салфетки, хлебцы. Очень сытно хватает и шоколадный батончик. Участник специальной военной операции признался, что бойцы очень ценят внимание ребят и бережно хранят все переданные весточки из дома. Каждое письмо мы со слезами на глазах их постоянно читали и хранили возле сердца, развешивали по всем палаткам, в домах, в блиндажах, где мы жили. То есть это очень сильно нас мотивировало, поднимало нам боевой дух. Чтобы также они всегда нам писали письма, занимались спортом, чтобы хоть чуть-чуть надо мотивировать, а то сейчас современная молодежь постоянно в телефонах, в компьютерные игры играет. Я бы хотел, чтобы они занимались спортом в первую очередь и росли будущими защитниками нашего отечества. После беседы ребята подарили гостю талисман «Лист клевера», изготовленный в рамках акции «Талисман добра». Вам «Лист клевера» на удачу. Будьте всегда таким же здоровым, оптимистичным, чтобы все у вас в жизни хорошо было. Спасибо. Буду хранить возле сердца. И провели небольшую экскурсию по школьному музею, где показали уголок, посвященный участникам СВО. Продолжение следует.